Провести весь день с Лейсан Утяшевой, знаменитой гимнасткой, чемпионкой Европы и бизнес-леди. А теперь еще и главным героем благотворительной лотереи. Спортсменка стала волонтером Русфонда и Пермского проекта Дед Морозе. Что нужно сделать, чтобы встретиться со звездой и тем самым помочь тяжелобольным детям, узнала Евгения Караксина. Сюрпризы и подарки от звезды. Российская гимнастка Лейсан Утяшева объявила старт благотворительной лотереи. Приобретая билет на сайте dreamy.one, участник не только совершает доброе дело, помогает онкобольным детям, но и получает шанс встретиться с чемпионкой Европы. Часть вырученных средств пойдет на развитие национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова, а часть перечислить в Пермский фонд Дед Морозе. Здесь на эти средства займутся развитием сети пунктов сдачи крови для потенциальных доноров в Прикамье. Раньше люди, которые поддерживают детей, в награду получали те чудеса, которые в результате совершаются. Конечно, это очень много, это очень важно, это самое главное. Но нам часто очень хочется, чтобы была какая-то награда для тех, кто участвует в затее Деда Морозе, для тех, кто совершает чудеса для детей. И вот здесь такая лотерея, где ты можешь выиграть день с известным человеком. Организаторы напоминают, что можно приобрести неограниченное количество благотворительных билетов. Чем их больше, тем выше шанс встретиться с Лейсан. Победители определяют путем случайной выборки 5 марта. Для счастливчика гимнастка готовит много сюрпризов. Что мы будем делать? Пусть это будет сюрпризом для тебя, о котором ты узнаешь только при встрече со мной. Но я гарантирую тебе, что скучно точно не будет. Приходи на встречу с другом или подругой, так тебе будет еще интереснее. Среди сюрпризов, которые уже не секрет, возможно сделать селфи со звездой, получить от нее памятный подарок и автограф. Кроме того, в фонде Дед Морозем поделились новостью. С 10 февраля возобновится прием потенциальных доноров костного мозга в лабораториях Медлаб-экспресс, куда можно прийти и бесплатно в течение нескольких минут сдать на анализ немного крови. И тем самым возможно спасти чью-то жизнь. Евгения Караксина, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.